Всем привет! Гнев является естественной и здоровой эмоцией, которая отображает наше внутреннее состояние. Гнев помогает человеку реагировать на опасные ситуации. Также он может быть отличной движущей силой для начала действительно хороших дел. Но чаще всего неуправляемый гнев является причиной стресса и проблем. Гнев – это хорошо развитый механизм, который включается, когда наши планы расстраиваются или мы чувствуем угрозу для себя. Он помогает нам быстро реагировать на ситуации и находить решения, когда на анализ нет времени. Также именно он является одним из двигателей прогресса, который помогает нам находить выход из ситуации и решать проблемы, которые мешают достижению поставленных целей. Самая главная опасность гнева – это глупость. Опасность гнева кроется в человеческой глупости. Мы можем неправильно среагировать и испортить отношения. Особенно это касается мгновенных сердитых реакций. Основная задача состоит в том, чтобы научиться брать себя в руки в тех случаях, когда нашей жизни не угрожает прямая опасность – успокоиться и принять верное решение. То есть управление гневом есть не что иное, как способность вовремя гасить резкие порывы, успокаиваться и принимать верные решения, а также направлять нашу атомную энергию в более мирное русло. Люди испытывают гнев по-разному. Как мы отличаемся друг от друга, так и наши реакции на одну и ту же ситуацию могут быть разными. То, что вас может лишь слегка раздражать, вашего друга, например, может довести до бешенства. Таким образом, управление гневом фокусируется на вашей реакции на раздражители. Кроме личных раздражителей также существуют универсальные причины, которые включают в себя боль, преследование, атаку, направленную на вас, угрозу для людей, вещей и идей, которыми мы дорожим. Итак, существует 12 простых шагов, которые помогут контролировать ваш гнев. Шаг 1. Введите дневник враждебности. Старайтесь записывать на листе бумаги триггеры, которые и запускают у вас чувство гнева. Таким образом, вы сможете собрать и изучить все основные причины вашего гнева и постепенно научиться распознавать их, а также контролировать. Шаг 2. Если вы все-таки сорвались, признайте, что у вас есть проблемы с управлением гнева. Вы не можете изменить то, чего не признаете. Поэтому признание и осознание этой проблемы, понимание того, что гнев – это препятствие к достижению цели, является одним из самых первых шагов. Шаг 3. Ищите поддержку окружающих. Если вы прекрасно понимаете, что сдерживание гнева является вашей проблемой, не скрывайте это, а ищите поддержки окружающих людей, которые важны вам. Они могут быть источником вашей мотивации, и их поддержка поможет вам, если вы снова почувствуете приступ гнева. Шаг 4. Используйте специальную технику, которая помогает прерывать приступы гнева. Остановитесь, глубоко вдохните, скажите себе, что вы можете справиться с этой ситуацией, и остановите негативные мысли. Шаг 5. Используйте эмпатию, то есть сопереживание. Если источником вашего гнева является кто-то другой, попытайтесь взглянуть на происходящее с его стороны. Напомните себе о том, что все мы весьма субъективны, и что все совершают ошибки, потому что все – всего лишь люди. Шаг 6. Смейтесь над собой. Юмор является одним из лучших лекарств. Научитесь смеяться над собой и не принимать происходящее очень близко. Во время очередного порыва гнева и желания чего-то разбить, подумайте о том, как смешно и глупо вы будете выглядеть со стороны. Шаг 7. Просто расслабьтесь. Часто сердятся те, которые остро реагируют на неприятные мелочи. Когда вы научитесь расслабляться, вы поймете, что реагировать на мелкие неприятности – это просто глупо. Зачем тратить свое время и портить настроение себе, а также окружающим из-за досадной мелочи, о которой половину людей забудут уже через пару минут. Шаг 8. Создайте атмосферу доверия. Сердите, люди могут быть очень циничными. Они будут подозревать всех окружающих в наверенном вредительстве их персоне, даже если ничего не произошло. Если вы сумеете создать атмосферу доверия, шансов на то, что кто-то действительно специально напакостит вам, сведутся к минимуму. Шаг 9. Слушайте. Недопонимание является причиной недоверия или разочарования. Чем лучше вы слушаете то, что говорят вам, тем меньше шансов начать злиться из-за того, что вы неправильно поняли сказанное. Шаг 10. Будьте настойчивыми. Помните о том, что настойчивость абсолютно не означает агрессивность. Когда вы начинаете злиться, вам очень сложно проявлять и выражать свои мысли. Вы слишком погружаетесь в негативные эмоции и физиологические симптомы, которые только будут мешать вам собрать ответные веские аргументы. Если вы позвольте себе быть настойчивыми и объяснять людям свою точку зрения и почему вы считаете именно так, вы достигнете гораздо большего успеха, чем размахивание руками и брызгание слюной. Шаг 11. Живите каждый день так, как будто он у вас последний. Жизнь очень коротка и она у нас всего лишь одна, поэтому тратить ее на негативные эмоции – это непростительная глупость и расточительство. Поймите, что когда вы тратите свое время на агрессию, вы пропускаете огромное количество приятных вещей и моментов. Шаг 12. Научитесь прощать. Для того, чтобы действительно изменить себя в лучшую сторону, нужно покопаться гораздо глубже и научиться прощать. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы должны не просто уметь выдавить из себя что-то наподобие «я на тебя не злюсь». Вы должны уметь отпускать по-настоящему, потому что затаенная обида или боль съедают изнутри и не позволяют нам двигаться дальше. И в конце концов они все равно вырвутся на волю с гораздо более раздружительными последствиями. Так что останавливаемся, делаем глубокий вдох, уверенно избавляемся от негативных мыслей и двигаемся вперед, только вперед, к своим целям. Субтитры создавал DimaTorzok